Здравствуйте, уважаемые зрители! Всем привет из Голубийской! Всех с праздником сегодня! Первый день летом! День защиты детей! Кто-то любит отмечать! Сегодня будет такое короткое видео! Мы прокатимся по Голубийской, посмотрим общую обстановку! Люди пишут, здесь у нас опасно, что-то здесь происходит постоянно! Я вам покажу! Прокатимся, посмотрим, что и как! Заезжаем в Голубийскую, там дальше объездная дорога, в Темрюк! Заедем на пляжи, заедем, скорее всего, на пляж Кавказ, потом на Молодежный, а потом уже на Центральный! И все вам покажу! Ездили мы сейчас в поселок Пересыпь к нашим зрителям, очень интересные люди! Они переехали сюда из Армавира! Поговорил я с ними, они рассказали, как, что, как покупали! Может быть, кому-то будет из вас интересно! Там, кстати, есть сейчас очень, наверное, самое дешевое жилье на рынке! Вот, в Голубийской Пересыпи! Посмотрите, это практически частный сектор, только уже условия хорошие! Это не реклама, друзья! Просто, вот вы знаете, я всем помогаю здесь найти хорошие места! Чуть попозже оно выйдет, но кому надо, обращайтесь! Там до моря минуты, наверное, полторы-две, максимум, ходьбы! Виды потрясающие! Там бассейн, есть детская площадка! Надувной такой развлекательный центр! И смотрите, вот у нас центральная улица в Голубийской, все спокойно, хорошо! Сейчас утро, я надеюсь, на пляже кто-то будет уже, мы любим с утра путешествовать, там видео снимать, такая самая хорошая обстановка, погода, тишина такая, благодать! Но людей на пляже еще, может быть, не быть столько много, а то опять будет там люди писать, «Василий, что показываешь, как будто Голубийская пустая!» Но я не всегда могу в обед, например, прийти, потому что сейчас люди так пока встают, пока кто-то на рынок, идет в магазины, такая жизнь тихая обстановка! Смотрите, вот они, магниты, все, рыночек вот открылся у нас, вот он утром только работает ранее, посмотрите, люди начинают подъезжать, пешком сюда наши зрители приходят, закупаются, товары можно найти такие местные, хорошие! В общем, посмотрим. Ну, люди уже прибавляются, семьи с детьми начали ехать, вот где мы по объездной сейчас проезжали, там прямо машины едут, едут, едут с номерами регионов России различными, явно люди прибавляются. Вот это у нас улица Красная, здесь как бы мало кто жилье сдает, тут немного подальше до моря, и люди снимают в основном кто на машине, на личном транспорте. Во дворах везде парковки свои, тоже дворы зеленые, в принципе, можно снимать тут, нормально. Но, конечно, вот кто согласен пешком ходить, там минут 20, местами 15, а так, конечно, ближе к пляжу у нас очень много предложений разных. Вот мы как раз отсюда начнем, где у нас заправка, все вы ее знаете, кто в Голубийске бывал на въезде. А, кстати, еще люди просили, не смотрят старые видео, я вам покажу, есть ли магазины современные в Голубийске, но я уже показывал, да, вот пятерочка, там магниты есть. Здесь у нас вот красное-белое, тоже зритель спрашивал, Чижик, аптека Апрель, светофор, сушиед, пивпут, озон, обратите внимание, тоже у нас таблички жилье моря, фикс прайс, уважаемые зрители. В общем, Голубийске это не та станица, которая там была 10 лет назад, магнит-косметик, хлебное место, аптека-оптика, здесь оптовые товары, вода. Внимание уже на нее, это не забытое богоместо, тут есть все, посмотрите, фирменный магазин, кроп-пио, пицца-ролл, шато-тамань, мясо. Это вот все по пути как раз в район Кавказ. Такое видео будет немножко про обстановку. Сейчас я вот еще смотрю, людей здесь мало, потому что обычно, когда начинается сезон, на первой линии мест нет, и вот люди начинают чуть подальше снимать, и идут вот здесь как раз по тротуарчикам, в сторону моря с колясками. О, Таня, это наша удюшечка стоит? Ну да, да. А, точно. Да, наша удюшечка стоит, она у нас была тут 17 лет, да. Даже номера наши. Наши, наверное, да. Давай заедем в зоопарк, покажем режим работы, и что зоопарк работает, что ближе будет. Паркуйся. Смотрите, уважаемые зрители, и зоопарк, все спокойно, тишина здесь. Вот прямо вот здесь на углу, вставай. Мультипарк открылся, такой центр хороший. Вот зоопарк у нас уже открыт, зоопарк Лукоморье. А сейчас мы просто посмотрим в кассе, сколько стоят билеты и режим работы. Вот тут фонтанчики. Вот с 9 до 20. Отойдем. Мультипарк тоже здесь билеты приобретает. Сегодня праздник, день защиты детей, поэтому там сегодня нам будет очень много дипа. Нам надо покупать, нам надо. А тут не видно, они с той стороны. Да? Да, это еноты. Еноты? Вон один. Большой. Ага. Парковка у зоопарка есть. Можете приезжать. И вот мультипарк. Он открылся у нас в том году. Вход в мультипарк 500 рублей. Покупается в кассе зоопарка. А, тут тоже есть касса. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже со скольки работаете, до скольки? Мы с 9 утра работаем до 8 утра. До 8 утра. Билеты как у вас, так и в кассе зоопарка, да, можно приобретать? Да, можете здесь приобрести, можете там приобрести. Все. А вам удобно. И пока, если чай выдается. У вас есть кафе на территории, можно перекусить, да? Можно перекусить. Все. Мороженое. Спасибо. Также есть детская анимационная комната для детей, там оборудована специально. Там и телевизор, и коверчик. И что, если родители устанут, там есть пульчики, где можете полежать. Дети играют, родители отдыхают. Все. Спасибо. Так что смотрите, приезжайте. Вот, дорогие друзья, Зля Викторовна нам сняла. Видим, обстановка спокойная. Люди отдыхают. Сейчас мы будем отбиваться от кастрюли головных, друзья. Тут у них опять как лето, да, где начинается. Поэтому не обращайте внимания. Тут уже звонки, письма. Василий, можно ли ехать, спокойно ли там и так далее. Сами вот посмотрите. Тишина, благолепие, все хорошо. Так что смотрите, деревенский заколхоз. Я буду стараться так вот почаще показывать. Да, уже вот смотрите, пиццерия тут открыта, столовые. Вот потом сюда попозже заедем. Это у нас уже район Кавказ такой начинается. Но я говорю, люди вот сейчас вот начнут только вот просыпаться потихоньку. После морского воздуха, купаний, уже вода у нас теплая. Вот они, я вот знаю, вот видите, вот начинают уже к столовому подходить. Они сейчас будут завтракать здесь и уже к морю выдвигаться. Так, Акуапак уже открыт. Уважаемые зрители, 1 июня, морской риф. Открыто все. Да, вот здесь вот уже видите, как поближе к морю народу побольше. Уже машин больше. Магазины открыты. Ренотека открыта. Пицца открыта. Кафе открыта. Здесь уже столовая, вот где у нас база, дорожник. О, там тоже люди сидят, уже кушают. Детские развлечения открыты. Да, даже интересно проехать, посмотреть. Ну, вот здесь вот вы уже все знаете, магнит. Разные ларьки здесь. Так, вот много уже ларьков с фруктами, с овощами. Детские развлечения тоже. Вот тут вот как раз район Кавказа. Вот мы сейчас здесь и припаркуемся где-то. Посмотрим. На пляж выйдем. Так. Так, вот решили немного по району Кавказа проехать. Тоже вот открыты уже в столовой кое-какие. Здесь, где у нас вот как раз паворотная 27. Оникс. Легендарное место почему-то всех, ну, многих, вернее, сюда тянет. Уже покушать можно. Вот тут мы и встанем прямо. Мангал, фритюр, копчение. Так, на Кавказе буквы подремонтировали. А то здесь не хватало букв. У нас турагентство уже открыто. Смотрите, начинает работать Аленка. Можно вот так вот брать. Давайте-ка посмотрим. Ну, наверное, вам тут не видно будет. Мне надо будет сходить. У нас интересные здесь люди работают. И может, мы как-нибудь заскочим в гости, поговорим. Смотрите. Ладно, мы спрочим потом. Зайдем. Музыка уже у нас играет. Посмотрите, цветы кругом. Афрокосы работают. Тату-салоны. Все как положено. Медийная точка. Пицца, закуска, шашлыки работают. Это вот у нас пляж такой самый-то густонаселенный, по идее, должен быть. Фрэш-бар работает с музыкой. Как бы мне не пришлось видео обрезать из-за этой музыки, друзья. Ну и обстановку вот показываю, как есть. Людей, конечно, еще не забито все, но уже достаточно много. Первый день лета. Покажу вам так немного. Посмотрите. Можно сказать, сезон открыт. Вот такие чудеса, друзья. Ну и сейчас мы дальше прокатимся, посмотрим. Погнали дальше. Я тут коротенький шортик запилил. Едем. Заедем на Молодежный пляж, а потом на Центральный еще. Все-таки хочу вам показать. Так, чтобы полная картина была. Это практически будет вся Голубицкая. Видите, вот машины едут, едут и едут. Кстати, и здесь уже турфирму открыт. Голорьки. Все можно убрать, заказывать. Очень интересно бывает по путешествию. Вот так вот компания дружная собирается, и вы едете на автобусе комфортабельном. Вот он, пляж Молодежный. Паркуемся и идем. Местами еще не открыто, вот как эта столовая. Подготовка только идет. Отмывают людей. Да. Вот видите, опять турагентство. Пляж Молодежный. Заходим. А так, конечно, эта столовая была мега популярная. Я вот как здесь не проходил все время, тут прямо людей битком. Не знаю, с чем это связано, но видно, кормят вкусно. Фрукты, овощи, напитки, кукуруза. Так, тут какая-то мороженая для детей маленьких игрушки. Вот это все по пути на пляж Молодежный. Кстати, туалет 40 рублей. Выходим на пляж непосредственно. Тоже вот хочу вам показать. Посмотрите. Только хотел сказать, какая тишина, благолепие. А тут у нас идет подготовка. Здесь база отдыха, кооператор. Люди тоже просят, Василий, покажи про эту базу, что тут и как. Но пока, друзья, тут я встречал здесь наших людей, кто здесь живет, сдает. А как бы вроде обещали пригласить в гости. Потому что без приглашения мы с вами не можем зайти, правильно? Это же все-таки частная территория. Да, посмотрите. Прямо шикарно. И вот она, Голубицкая. Не нужна никакая, как люди на меня ругаются, за это слово Анапа. Совершенно не нужна. У нас вот такие вот красивые, чистые пляжи. И обстановка вот такая по берегу, просто потрясающая. Скоро я уже буду видео, друзья, вот такие пилить, короткие. Потому что буду заезжать. Вот, Татьяна Викторовна уже, Татьяну Викторовну уже зрители тут узнали, похоже. Ну, пусть они поговорят. Я вам покажу море какое сегодня. Конечно, красота невероятная, друзья. Азовское море, это все-таки фантастика. Это одни... Ну, нет слов, я говорю. Когда к нему попадаешь, у тебя все... Все какие-то мысли, да, заботы. Да. И повторюсь, конечно, загадывайте желания. Так, Татьяна Викторовна уже там разговаривает. Посмотрите. Все, едем дальше. Времени нет совсем. Так, друзья, здравствуйте. Я угадал, Татьяна, да? Тебя узнали кто-то, да? Да, да. Да, я вас узнали, а потом у меня. Татьяна, а вы с дочкой здесь приехали? По говору узнали, да. Вот моя дочка, вот друзья. А как вас зовут? Меня зовут Анастасия. Анастасия. Очень красивое имя. Сирославской области. И ваши друзья здесь купаются? Курец Углич, да. Углич, это же красавец, город такой интересный вообще, конечно. Церкви много у нас церквей. Да, да, да. Да я знаю такой город. Конечно, красота. Я понимаю. Вот, смотрели ваше видео, переживали, какая будет погода, но все-таки решили. Ну, тут да, в этом году у нас, вы сами понимаете, крутит, вертит, непонятно. Только не сгорите, я вас прошу. Я уже подгорела. Уже подгорели, да? Вот не слушают меня зрители. Думаю, что здесь мажьтесь сметаной или кремами какими-то. Мне сметана помогает, такая скишшая, очень хорошо. У меня ребенок намазал сметану, ее стояла как робот. Риточка, смотри, у тебя здесь, может быть, хочешь, придем потом попозже, познакомишься. Я уже встала, может, утром поеду. Да, она стесняется. Анастасия, передавайте привет, и мы поедем. Передаю привет городу Угличу, Ярославской области. Особенно своему мужу Ивану. О, а он с вами не приехал, да? Нет. Иван, привет от меня тоже. Вам приезжайте в следующий раз здесь, у нас хорошо. Все, Анастасия, спасибо. Мы побежим, просто еще один пляж, да? Спасибо большое. Все, хорошего, Владик. Все, погнали дальше. Сейчас мы проедем по таким вот развлечениям у нас, посмотрим, работает ли, нет, что-то еще. Так, здесь у нас кафе работает. Тут у нас вот эти ларьки за таким забором тоже открыты. Вот, там круги, одежда, шаурма работает, все эти вязаные изделия. Так, пока закрыты семейные удовольствием. Здесь у нас вот это вот как раз автокемпинг. И кто спрашивал, как раз вот напротив колеса обозрения, вот это все автокемпинг. Так, дом перевед еще в ремонте. В самый последний момент, как говорится, да, шаурма Гирос работает. А так, дельфинария у нас тоже работает, друзья. Зоопарк вы уже видели. Ну и вот эти вот все хозяйственные такие принадлежности для курорта, отдыха. Так, колесо обозрения еще стоит, тоже спрашивали, когда оно начнет работать. Что-то они здесь в этом году еще не готовы, вот только налаживают. Так, парк открыт, экзотик. Уже можно приходить. Смотрите, люди уже и гуляют. Вот этот вот парк аттракционов только пока закрыт, непонятно. Парк динозавров тоже пока закрыт. Но тут у нас после шторма вот этого зимнего, конечно, проблема. Вот здесь, кстати, кафе есть. Место встречи, уважаемые зрители. Посмотрите, оно открыто. Возможно, сегодня будет здесь даже как бы встреча наших зрителей. Я точно пока не знаю. А вот, может быть, я здесь буду, зайду. Это просто теперь очень хорошее место. Прямо фантастическое. Посмотрите, я всем советую сюда заезжать. Музыка живая. Все как положено здесь, дорогие друзья. Но, может быть, я вам покажу сегодня вечером. Тут сразу рядом пятерочка. Прогулочная зона у нас. И многое тоже открыто. Я специально здесь еду. С Тяной Виктором у нас привезет. Пятерочка открыта. Все хорошо. Работает. Единственное, здесь на прогулочной зоне ларьки открыты. Вот там мыловарня, косметика и так далее. Но кое-какие аттракционы еще пока закрыты. Вот там даже какая-то реконструкция ведется. Ремонтные работы прямо по центру. Но у нас Голубийская, как всегда, на самый самый последний момент. Открывается все. Выезжаем на асфальтированную дорогу. У нас тут местами есть асфальт, местами нет. Местами тротуары есть, местами нет. И вот тоже первая линия. Посмотрите. Уже так достаточно видно, что люди приехали. Проезжаем пляж у Бочки. Тут тоже открыто многое. Столовая. Нет, еще столовая закрыта. Вот, дорогие друзья, подъезжаем тут уже ближе к центральному пляжу. Здесь у нас интересное место. Тоже снимают люди. А тут у нас забор Месси есть. Вы тоже должны понимать. Иногда прямо к морю ты близко не пройдешь, к сожалению. Вот такие вот есть у нас. Вы крутасы. Вот, на канале это можно посмотреть. А вот здесь вот уже ближе к центральному пляжу. Хорошо. И много парковки. Тоже ларьки открыты. Еще не все, к сожалению. Но уже, смотрите, уже кое-что имеется. Так, чебуреки-то. Нет, чебуреки пока, к сожалению, закрыты. Вот здесь вот у нас крокодиловая ферма. Тут у нас остановка на Темрюк. Крокодиловая ферма в этом году тоже запаздывает, к сожалению. Так, тут тоже вот все развешивается, расстанавливается. Ну, Голубицкая. Ну, что вы поделаешь, да? Это не Анапа. Все-таки вот такой всероссийский курорт. Место неизвестное. По телевизору у нас не показывают. Кафешечки только открываются. Начинают. Но здесь есть хорошее кафе летом. Ну, смотрите. Так, дом перевертый, закрыт. Все показываем, как есть. Столовая, кстати, вот где Малибу открыта. Кто-то спрашивал про столовую в этом месте. Ну, и люди. Вот, обратите внимание. Конечно, не как летом парковка. Столовая, чайка, друзья, открыты. Вот был вопрос такой, животрепещущий прямо. Паркоти прямо здесь. И открыто. Это даже радует. Потому что люди почему-то переживали так за нее. Не знаю почему. Видно, там вкусно кормят. Вот она эта столовая. Кур и гриль. Все. Новости хорошие. Пройдем, посмотрим. Много наших номеров в Краснодарске. Но много и не местных. 12-й регион, 98-й, 161-й. Да, интересно. Так. Тут у нас еще кофейня закрыта. Ну, сейчас у нас, кстати, в Краснодарском крае или в Тимрюкском районе запретили праздники проводить детские. Пока 96-й. Хотя вы сами видите обстановку. Я даже не знаю, что тут благоприятно на побережье. А нашим людям вообще, а если они в Турцию летают, да, на самолетах, там, на каких-то... то Голубицкое и вообще густарайское место для многих. Тут вообще такая тишина, спокойно всегда. Людей немного. О, здравствуйте. Привет. Кстати, я не буду вас снимать. Что у вас по ценам в этом году на автокемпинг? Я прямо тут снимаю. Сколько по цене? 300 рублей. 300 рублей, да? В этом году. Это с человека получается. Нет, с автомобиля. С автомобиля, а за палатку? Тоже 300 рублей. Тоже 300 рублей. Это место, да? Да, все, спасибо. А людей независимо. Ага, хорошо. Пять, хоть шесть, хоть десять. Мало ли цены изменились, я почему-то спросил. Ничего не изменилось. Все, спасибо. Люди сегодня приедут, обошьют нам эти раздевалочки. Ага, понял. Не снимай их сегодня после обеда. А я уже не попал. Ничего страшного, будет... Наведете порядок постепенно. Так, вот посмотрите, здесь вот такой центральный пляж. Пляж-схема. Пляж-схема эвакуации, друзья, да? Интересно. Так, туалет. Тут все, видите, вот здесь вот как бы администрация. О, мороженое открыто. Туалеты. Душевые тут есть, вот посмотрите. Душевая 50 рублей. Туалет вроде бы как бы 25 рублей. Так, да, раздевалки. Тут у нас изменения, конечно, имеются на социальном пляже. О, здравствуйте. Здравствуйте. Тоже кто-то. Времени жалко. Нету много. Сейчас мы все-таки подойдем. Что, вы попали уже в кадр? Да? Здравствуйте. Ну, я не буду у вас снимать, не переживайте. Так, здравствуйте. Хотите привет можете передать? Кому? Скажите, кому? А вы машете так? Я думал, мало ли вы кого. Мало ли мы машем. Привет всем. Все. Приезжайте на море. Здесь вот такая погода. Спасибо вам. Хорошего отдыха. Спасибо. Вот такая обстановка небольшая. Я быстренько покажу вам, друзья. У нас очень много дел сегодня просто. Я не успеваю ничего. Люди просят. Я снимаю обстановку. Посмотрим. Даже у нас с маской люди умудряются плавать. Ничего себе. Это же Азовское море. Оно не такое прозрачное. Ну, вот как-то так. Центральный пляж, друзья. Дальше я уже не побегу. Не буду ходить. Может быть, сегодня сделаю дела. И вечером мы с вами еще прогуляемся. Все. Всем удачи, счастья. Я побежал. А то меня Татьяна Викторовна сегодня загрызет. Красота, конечно. Просто красота. Лето началось.